всем привет доброго времени суток мы сейчас находимся в столице юга россии здесь сегодня солнечная красная погода мы приехали с Анечкой по делам и я давно хотел поговорить с тобой Аня о том как ты пришла к сочинению песен кто не знает дорогие друзья Аня пишет песни и для меня слова и музыку и для себя также то есть все песни которые может кто-то из вас слышит эта песня и рубиновое сердце и ласточка и сногсшибательная женщина и все дуэты со звездами да и торжество любви с Татьяной Булановой вот я хотел бы тебя просто многие люди задают тебе вопросы в комментариях в личку пишут о том как что и ты отвечаешь отвечаешь но тем не менее вопросы постоянно у нас накапливаются потому что у нас каждый раз новая аудитория и вот давай об этом поговорим скажи пожалуйста как получилось так что когда ты в первый раз скажем написала первую песню давай если серьезно то первую песню осознанно то есть именно вот что я поняла что и действительно написала песню это мне было где-то пять лет серьезно это так ну вот тогда еще я не умела играть ни на каких музыкальных инструментах и я просто написала ну мелодию мотив да и текст вот и ходила и постоянно пела эту песню сама а что же написать сейчас уже не помнишь нет я сейчас уже не помню ну я я помню что я очень любила слушать музыку у меня магнитофон собственный кассетный и мама мне покупала кассеты разные но в основном это была поп музыка и российская и и вот я сначала слушала слушала эти кассеты а потом когда вдохновение на меня нападало иначе не скажу я брала ту кассету которая мне наименее интересно уже и там была такая функция записать свой голос и на эту кассету я начинала уже собственные песни то есть я вот пела что мне значит голову идет я это все пела как только я научилась писать естественно я завела себе тетрадку которую я уже записывала свои песни то есть так вот первый куплет да написала и дальше то есть вот у меня всегда я это все записывала пела я также пела свои песни своей подруге лучшей свете вот она все это слушала оценивала она всегда была в полном восторге восхищалась и говорила мне аня ну какая же ты талантливая какая песня вообще просто спой мне еще разок то есть света была всегда моим самым первым самым благодарным слушать то есть но она остается благодарным слушать и внимательно следить за нашей и она мне всегда говорила что аня тебя ждет большая сцена тебя ждет большое будущее то есть но она у меня такая у меня всегда верила и мы когда извини что перебиваю ими кого-то напоминаешь меня мне только задай вопрос я уже не остановлюсь можно же ничего не спрашивать я хотел все-таки о чем сказать о том что я хотела сказать что потом то я пошла учиться в музыкальную школу уже позже но просто вот как-то это так само по себе понимаете я ничего из себя никогда не выдавливала вот у меня сверху прям вот мне все время идут тексты мотивы мелодии музыка в голову постоянно с 5 лет это реально так и то есть как бы лет до двадцати там пяти я вообще не думала еще о том что витя будет петь мои песни что я тоже когда-то записывать песни да то есть захочу стать настоящей певицы нет мы когда с тобой познакомились я тебе сразу чтобы тебя как-то обнадежить и завлечь пообещал тебе стримкор я сделаю тебе певицу короче несмотря на то что я не верила никогда что я когда-нибудь выйду на большую а вот понимаете это как ну как дышать есть спать в моей жизни почему-то так лет с пяти всю жизнь мне постоянно в голову идут мелодии причем такие знаете цепляющие хитовые мелодии мотивы тексты музыка стихи знаешь мы это знаем я еще раз хочу перечислить вот эти многие песни друзья не обижайтесь вот часто пишите мне о том что нам пишите о том что пришлите в нам минус дайте нам минус никому минус не давать не собираемся потому что ну так делают звезды кто-то там самодельные минусы выкладывает когда песня уже по-настоящему и кто-то хочет петь да то тогда он как бы уже сам делать оригинальный если захотите сделать собственную аранжировку на нашу любую песню там испоете где-то для себя для гостей там за родственников абсолютно нет но просто не положено к сожалению отдавать именно оригинальные минусы да то есть мы ждем пока кто-то начнет сам делать так продолжим интервью с анной тартан узнали что да да узнали что песню ты написала с 5 лет причем да они идут свыше мою голову скажи пожалуйста вот допустим ты пела пела сама говорила ходила песни а на кого равнялась так какие были любители любимые певцы и певицы вот кто больше всего тебя нравится из зарубежных почему-то мне всегда и внешне и по манере вести себя нравилась марая керри самым-самым детстве вот ну как бы вот до самого детства но потом был такой период когда появилась кристина агилера тоже мне ее мощный голос такой да что она от такого нежного шепота может переходить такому грубому очень такому мощному голоса ну вот из зарубежных и из наших из наших в самом детстве мне я была поклонницей группы хай фай гости из будущего но мне всегда казалось что эти группу такой собственный какой-то стиль особенно на гости из будущего там есть тексты и стиль безусловно присутствует это действительно там вот и сейчас называешь как будто не называла здесь не разумбаума не шахутинского не велиток почему-то как-то струю пришла написать шансунный это мы ты просто меня спрашивал про мое детство в моем детстве я помню да у меня была пластинка еще и был как это патефон нет не потих проигрывать мне тоже было лет пять лет меньше и меня папа научил ставить эту пластину и я включала песню в исполнении разумбаума от белый лебедь на пруду вот он подошел съела бесконечно ходила было такое да но вот именно детство там лет вот со 7 лет до 10 вот этот вот период это я обожала только попсу европа плюс вот этот весь стиль зарубежная российская попса 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 вот потом у меня был период когда я слушала рок музыку небольшой такой период ну опять же такую именно знаете интеллектуальную чтобы были смыслы тексты тоже такой был какой-то период но если честно вот это всегда было как ну это знаете даже было так больше мода все так вот вокруг это любили а на самом деле я по-тихому от твоих друзей от тех кто меня знал как рокершу по-тихому от друзей в музыкальной школе я смотрела фабрику звезд все выпуски я слушала все попсовые концерты то есть все равно вот если честно глубине души я всегда любила поп-музыку и все что с этим связано меня больше всего интересовало интересует массово то есть хиты 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 вот потом я стала когда я уже вышла замуж за тебя естественно вот я стала что называется меломана то есть я вообще у меня нет любимого стиля да то есть нет скажем так у меня нет нелюбимого стиля я могу послушать музыку в любом стиле вот именно что я люблю конкретные отдельные вещи отдельных исполнителей из разных стилей это все что угодно и так уж все подряд одного исполнителя да нет там это рок шансон поп рэп то есть это все есть любые стиле вот конкретные песни конкретных исполнителей я стала слушать у меня абсолютно началась такая разноплановость вот потом когда мы решили когда мы попали на шансонный какой-то фестиваль там что-то такое было я углубилась послушала шансоны и выделила тоже для себя целую кучу классных песен таких очень душесчипательных и и веселых и танцевальных в общем тоже стала слушать вникать поняла что шансон это тоже такое огромный прекрасный и вот они извините что перебиваю хочу сказать что когда они написал для меня специально первую песню там вторую рубиновое сердце в этой песне хочу сказать когда я начал ее разучивать уже я начал понимать насколько песня вот такая в ней какая-то именно простота драматургии и душевность такая да глубина и когда мы ее выложили в одноклассниках за какой-то короткий промежуток такое сумасшедшее количество классов поставили я сейчас уже не помню что-то по моему если не соврать около 4000 классов поставили вот этой публикации мы я понял тогда что действительно ты написала что-то необыкновенное потому что такого никогда не было и люди там поделились и что-то около там 700 это на тот момент было комментариев к этой публикации женщины пишут о том что они плачут я понял что ты мы когда читали комментарии вот честно мне было настолько приятно что действительно мой посыл дошел смысл что все что я вложила в эту песню а безусловно в каждую песню настоящий творческий человек вкладывает частицу души и частицу сердца и исполнитель и ранжировщик и поэт и тем более ты в одном лице у нас компоэт и композитор и вот дорогие друзья они написал рубиновое сердце потом написала такую замечательную песню ласточка я хочу коротко вот рассказать об этом да что когда эту песню мы записывали немножко подвыдохлись уже с сергеем беляевым нашим франшировщиком на тот момент тут красный ростов-на-дону мы с ним продолжаем дружить а вот и я говорю сергей что-то вот эта песня вот как-то вот она вот уже мы подвыдохлись не идет потом значит сергей писал писал наконец-таки написал окончательную версию я поехал записывать москву и мы с тобой поехали в японии поехали с тобой и дима я вот в этой песне что-то не хватает дима там какой-то до игра доиграл кое-что на клавишах и мы записали эту песню вот я пел да мне нравилось все хорошо но я почему-то не думал что она так и выставить вот на сегодняшний день в одноклассниках там кто-то выложил там уже почти 18 миллионов просмотров потом буквально месяц назад ее опять выложили в одноклассниках тут недавно и опять больше миллиона просмотров за месяц то есть это просто ну какая-то песня вот такая волшебная и вика игнатова наша подруга и помощница да она всегда говорит будем разгонять тучи будем вот действительно разгонять тучи так что интересно нравится и женщинам и мужчинам эта песня которая поднимает настроение вот она сегодня у нас популярность номер один если я вот ближайшее время года я наверно войду в истории как исполнитель песни ласточка как не крути потому что она самая распространенная она во всех сборниках я читаю контакте друзья я вижу что вы каждый день добавляете где-то там два три человека эту песню на своих страницах это очень приятно то есть она живет она продолжает распространяться я же изучаю что у нас там появляется да я смотрю каждый день эта песня снова и и кто-то ей делится выкладывать каждый день буквально даже контакте в одноклассниках и так поэтому спасибо что вы слушаете наши песни они я продолжу вопросы тебе вот потом мы начали писать песни следующий альбом первый альбом у нас в ростове но не написал а потом мы начали писать альбом до торжество любви это тоже лично такой шансон да такая хорошие страны песен с элементами до популяр до популярный шансон и аня значит мы как бы вот долго над этим альбом работали он на самом деле я так смотрю что он очень хороший получился торжество любви и там у нас дуэты и севильный блюдность я уже говорил не раз повторюсь да и с анной калашниковой и значит до любви шипилова 1 откликнулась на мою просьбу записать со мной дуэт всех звезд потом мы значит вот заглавную песню торжества любви они над ней долго работала действительно часто очень хорошая песня и ну она много где тоже и сборниках сейчас появляется вот недавно тоже люди активно стали и услышать мы спели с татьяной булановой татьяна буланова сказали мне песня понравится я с тобой спою дуэт и она сдержала словом и буквально вот расскажите как это было мы ждали татьяна где-то была на гастролях потом она где приеду послушаю и где-то мы течение наверное месяца были в ожидании как вот это произошло я помню там был май точнее конец мая начало июня я тогда была уже беременная колей вот и мне сказали врачи что нужно беречься там меньше двигаться и все такое это уже 3 да и сказали что аккуратнее все такое в общем включайте режим энергосбережения но когда значит мы дозвонились татьяне и кулановой и она сказала да мне песня очень понравилось я спою то я реально начала пищать и прыгать вот буквально до потолка я где-то минут 15 просто я не могла поверить ну такому счастью что песню которую я написала специально для витя и татьяны она мало того что согласилась она еще сказала да песня хорош она мне понравилось я просто прыгала как мячем с передышки и я считаю это вот такие первые как вот такие настоящие победы потому что ну не каждую песню скажем так она возьмет и споет не скажем она просто так он согласен и поэтому для нас это очень была такая такой оценка 1 большая победа и потом значит мы это альбом завершить там еще песня прикольно значит улетный новый год в этом альбоме я сейчас вот возвращаюсь к этому альбому я честно говорю что когда я над песнями работаю 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 потом я вот какие-то песни у меня их не слушают долгое время достаточно и не пою а сейчас я вернулся к этому альбому послушал эту песню мы недавно и поделились жемчужные слезы из этого альбома и она настолько вот драматично столько глубокая даже мне сам понравилось как она в общем звучит и как я успел и как ты написала просто потрясающе вот люди спорят над этой песне немножко такие дебаты развернулись над ее смыслом как вот ты ее написал расскажи вот об этой песне действительно просто ну эту песню это был заказ витя заказ попросил чтобы я написала песню именно с такой истории когда мужчина изменил женщине но осознал так сказать всю глубину своей ошибки понял что это была ошибка и понял через это насколько сильно он оказывается любит ту женщину до что эта женщина все его жизни просит у нее прощение и надеется на то что она его простит то есть вот витя заказала песню с таким смыслом а потому что это жизненная история да моя задача уже была и еще ну да вот и моя задача была именно уже написать ну чтобы вот именно осталось именно это сюжетное и вот я считаю мы сделали большое дело этот раз кто любит этот писал альбом потом я задумался репертуар есть все хорошо как бы надо продолжать работать но мне захотелось чтобы ты тоже запела потому что я когда-то вот повторюсь я не прочитал что я хочу чтобы она была певицей что я это помогу и сделать я вижу что она талантлива во всем почему бы ей действительно и не петь потому что пишет очень хорошие песни а у нас женская тема она как бы остается немножко за кадром да да я вообще мечтала писать песни расскажи мне вот пожалуйста о твоих мечтах в отношении именно вот как певица как хотелось певица как тебе вообще первая песня вот пришла вот это как мы ее записали вот все хоть и подруги скажи ну во-первых конечно я хочу сказать что я настроена была на то чтобы именно писать песни для других артистов у меня было желание писать песни для звезд для женщин для певиц вот но витя сказал что нужно попробовать все таки мне самой написать песни для певиц я уже как-то особо не стремилась к тому чтобы именно быть певицей мне хотелось каким-то образом наладить контакты и писать песни для звезд известных певиц у меня была такая вот но витя сказал что нужно попробовать все таки мне самой написать для себя вот первую песню супер любовь я писала я писала не для себя я писала ее для Вити для точнее не для Вити а для одной певицы с которой нам надо было познакомиться так сказать и в дальнейшем мы хотели чтобы Витя записался с этой певицей дуэт но с этой певицей мы так еще пока не познакомились но все еще впереди но Витя сказал что вот с этой песней лучше всего если я начну свои свои кто-то пишет звука нет не знаю есть нет звука скажите нам пожалуйста напишите ну часто пропадает почему-то в контакте звук а ясно а там немножко с микрофоном и отключены с тобой вещаем а был вообще звук частичный вы нам напишите пожалуйста а то мы вещаем просто так да вот мы будем ждать а то мне кажется мы вещаем пустоту сидим вот еще чтобы смотрят люди и они слышат ничего а может быть у кого-то ну что пишут ну какие еще есть вопросы пока ничего не пишут какие еще есть вопросы ну вопросы какие все-таки наше интервью да 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 вот ты спела песню я хочу сказать о пишет Евгений Исаев спасибо вам большое пишет есть звук спасибо вот хорошо давайте следующий вопрос да и вот Аня спела эту песню она как-то очень имела резонанс такой я хочу сказать что уже вот там за три месяца мы эту песню продвигали на одном канале уже там полумиллиона просмотров в общей сложности уже миллион просмотров есть на самом деле на разных каналах она как-то вот сама идет мы ее не продвигаем ничего не делаем и сейчас я буду записывать вторую песню она уже фактически аранжировка уже готова почти уже в заключительной стадии я думаю в течение недели именно уже ты запишешь на студии на следующей неделе мы уже запишем эту песню на студии вот скажи вот все-таки вторая песня вот уже когда вторую записываешь а нет я хочу спросить о первых ощущениях когда ты спела эту песню как вообще были бы твои впечатления супер любовь да когда я на студии записывала эту песню безусловно ну во-первых я получила большое удовольствие от самого процесса записи и когда я записывала на студии знаете у меня как в детстве было такое ощущение что я действительно вот певица вот я в настоящей студии вот я записываю пою в этих наушниках специальный микрофон и мне так захотелось именно вот выступать реально то есть чтобы началась у меня какая-то концертная деятельность ну я вот хочу сказать что ну да я хочу сказать о том что песня получилась она получилась такая необычная в собственном каком-то таком стиле и вот вторая песня которую они сейчас будут записывать она называется убитая тоже очень получается у тебя оригинальная я хочу тебя поздравить с этим потому что очень важный репертуар мы над этим работаем мы обсуждаем с тобой я просто людям расскажу чтобы они знали как это происходит и мне кажется вот объективно подходя конечно трудно объективно быть когда это твоя жена певица но тем не менее хочу сказать что я очень такой придирчивый я всегда хочу чтобы ну не зря мы тратили время а чтобы действительно песня получилась мне кажется песня получится она у нее такой цепляющий припев а я тоже кстати я никогда не очаровываюсь собственными песнями нет наоборот если я чувствую если у меня есть хоть какой-то процент сомнения в том что эта песня цепляет что это действительно хорошая песня законченная и с музыкальной позиции и с позиции текста я выкидываю ее просто вот рву листик и все вот и выкидываю из головы только когда вот я на 100% довольна и что еще интересно дорогие друзья что у нас трое детей и Аня умудряется уже просто записывала сочиняла песни с двумя детьми сейчас уже с тремя детьми как вообще ты совмещаешь все удивляются как ты совмещаешь воспитание детей и сочинительство песен как это происходит как удается моя творческая натура она делится как бы моя жизнь делится на две стороны одна это физическая сторона то есть когда ты там делаешь дела по дому занимаешься с детьми воспитывающих ну что то есть вот обычный твой быт и вторая сторона это моя фантазия мое воображение мой внутренний мир короче всегда я головой где-то в вот этих вот музыкальных мирах скажем так то есть у меня в голове всегда крутятся мелодии тексты какие-то слова для новых песен звуки ритмы это всегда идет параллельно то есть у меня двойная жизнь я бы сказала ну вот можно так сказать с юмором то есть всегда у меня это параллельно вот например когда нужно было написать срочно песню для витиного дуэта с евелиной я уже была в положении беременная и мне нужно было ложиться в больницу со средним сыном хотя я уже и в положении тут нужно ложиться да еще и в какую больницу ну знаете не самую такую комфортабельную и в этот момент а я еще как я ложусь в больницу я собою собираю половину всего что есть в нашем доме то есть это 4 огромные сумки и вот я с этими четырьмя сумками беременность с ребенком ложусь не очень комфортабельно скажет в больницу и мне нужно за два вечера в этой больнице написать песню для блюдов да еще она сама сказала на какую тему она хочет песню да какая музыка какое что и я помню мы с платошей вечером мне нужно писать я с тетрадкой сижу ну там у меня какие-то там уже заготовки тексты слова рифмы что-то уже такое у меня есть я платошке даю альбом карандаши фломастеры говорю что нужно рисовать значит а сама сижу и напеваю вот это все на диктофон и вот за два вечера в этой больнице после всех этих уколов там после всего я вот написала эту песню на диктофон вот потом я помню еще что-то там началось такое что к нам стали постоянно кто-то заходить в палату так я пошла в туалет чтобы второй куплет там записать напеть на диктофон да удивительно вот то есть видите как у меня я физически здесь вот в этой больнице вот все наши друзья все наши знакомые вот это их удивляет что как главой я реально постоянно в своих творческих этих мирах у нас всегда вот в доме там бывает Ирина Владимировна моя теща как твоя мама всегда бывают там дядя Женя мой брат Евгений Буров и это обычно наша первая аудитория такая да они слушают и все собственно говоря вот были очень удивлены когда Аня запела я получилось расскажу так что Аня там напела песню обычно Аня напевает направляет Диме Шевелеву нашему аранжировщику Дима ой сейчас извини вот Евгений Исайд пишет душевно Ань поете еще нафантазируйте песню про Дон Евгений так у нас же есть песни про Дон Дон тихий наверное мы слышали Евгений вы слышали наверное да? а у нас на все нет он пишет нафантазируйте а есть еще песня родной мой Дон у нас все песни про Дон уже несколько и родной мой Дон и Дон тихий но последняя Дон тихий вообще вот если вы ее не слышали слушать здесь действительно классные песни и причем эту песню с удовольствием слушают не только в нашей области но люди она вот сейчас удивительно что она попала в Россию пишет какая классная крутая песня причем попсовые сборники не шансонные а именно попсовые потому что я был удивлен там такие исполнители в общем такая откровенная такая попса танцевальная да современная и там эта песня я потом тебе покажу закладку прям сохранить вот поэтому дорогие друзья у нас песни есть на любые темы из днем рождения 8 марта и за Россию и улетный новый год и 8 марта за Россию тоже очень такая классная песня патриотическая патриотическая поднимает дух так сказать поэтому дорогие друзья у нас есть про Дон две песни значит повторюсь родной мой Дон и Дон тихий еще будет одна песня у Ани там уже она созревает тоже мы любим просто нашу и Ростовскую область естественно и Ростов-на-Дону и вот кстати я буду петь ну ты сейчас потом напомню ну вот это самое я буду выступать кстати на День города и петь песню Дон тихий да вот но просто интересно что мне казалось что эту песню будут слушать только в нашей области ростовчане но интересно что эту песню хвалят и слушают люди со всей России и все рубежи тоже реально да и вот человек из Германии да из Германии человек нам написал о том как же классно вот вы поете про то ну вот о любви к своей родине там да да хотя он живет в Германии вот так вот это приятно хочу еще вот пофантазируй например что бы певица певица Анна Тартанова вот о чем бы она мечтала в будущем вот какую бы песню какие бы песен себе пожелала и вообще чего бы ты себе пожелала в жизни ну вот есть вот ты ну вот что вот Продолжение следует...